Доброе утро, друзья! С вами будем по будням. И сейчас давайте поприветствуем нашу утреннюю гостью. Сегодня в нашей студии Ирина Скрябина. Это рукодельница, мастер по созданию игрушек ручной работы. Здравствуйте! Здравствуйте! Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Ирина, как вы нам рассказали уже за камерой, игрушечками вы занимаетесь уже пять лет. И как сами говорите, ваш слоган – это игрушки, сделанные с любовью. Да. Расскажите, пожалуйста, с чего все началось? Началось все с того, что я очень любила рукоделие в своей жизни. И вот ко мне пришла мысль, что нужно сделать упаковку ребенку для подарка. Я думала, 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 связала игрушку. Мне же надо еще к ней сумочку было связать и подарок положить. Вот это моя первая игрушка, которая была создана с огромной любовью для любимого ребенка. Ну и, конечно, я ей похвасталась. Ну как же я не похвастаюсь? И у меня попросили связать еще, потом еще, потом еще, и началось. И я поняла, что вот он где бизнес. Затянул и тянется, не тянется, бежит. И очень стремительно уже пять лет. Очень интересно. Ирина, расскажите, пожалуйста, вот я вижу, настолько филигранная работа, настолько все аккуратно и красиво. Насколько трудоемок этот процесс? Сколько занимает времени? Времени процесс может занимать по-разному. В зависимости от того, кому я делаю и с каким настроением. Это очень важно. Потому что в игрушку вложены именно положительные эмоции, и я их должна делать только в хорошем настроении. И я всегда, получается так, что я всегда хожу с улыбкой. Потому что у меня всегда хорошее настроение. То есть вот вы в любое время можете сесть и связать? Или есть какое-то определенное время? Нет, в любое время. В любое время, да? Могу вот, поработала за городом, сесть в шезлонг и повязать. Парюсь в бане тогда? Да. А почему бы не связать? Нет, жарко мне, пойду отдохнуть. То есть неважно, это утро, день, вечер, когда есть вдохновение. Да, да. Но с такими игрушками оно присутствует почти всегда. Потому что, глядя вот на эту мордочку, уже создается и образ игрушки, и потом уже придумывается наряд, и не улыбнуться-то нельзя. А вот вы еще взяли в руки, вы же зарядились. Считай, купила. Считай, купила. Считай, купила. Все, зарядились позитивом. Да. Да. Очень интересно. Ирина, скажите, пожалуйста, ведь наверняка были какие-то интересные истории, связанные вот с созданием этих игрушек. Может, какие-то любопытные заказы были? Ну, любопытные заказы были. Видите, мои игрушки, они не только предназначены для игры детишкам, но и они пополняют коллекции. Многие любят кошек, собак, свинок. Свинок, кстати, тоже коллекционируют. Есть такие люди, которые коллекционируют свинок. Но очень интересный был заказ из Испании, с Канарских островов. Написала мне женщина, говорит, я коллекционирую кошек и хочу, чтобы ваша игрушка пополнила мою коллекцию. Ну, как? Прямо с Канарских островов? С острова Тенерифе. Как я могу отказать? Никак. Пришлось зарядиться теплотой курорта и создать ей игрушку. Ну, раз это так далеко и так вот тепло у них там, я ей связала даже парочку. Мальчика и девочку. Они всегда вот, интересно, тепло, но вязаные. Да? Да. Немножко не сочетать. Тепло, но вязаные. Да, с острова и душой. У них вязаного мало, поэтому уже нет. Ну, плюс 20, но шерстяные носки. У нас это все правильно. А чем вы набиваете? Ну, там стандартная набивка идет синтепух. В принципе, все это. Синтепух? Синтепух. Не синтепон, а синтепух. А вот эти вот все штучки, все это, в принципе, есть сейчас очень доступно. Вот эта игрушка, например, она создана сегодня ночью. То есть, вот за одну ночь вы создали эту красоту? Можно, да. Пишет приятельница, хочу котика. Хочу котика, но полосатого. Но полосатый пока не получился. Получилась вот такая вот миленькая кошечка с бусинками на шее. Я ей послала сегодня фотографию этой игрушки. Она в бешеном восторге. И я говорю, я пошла на передачу, а она мне, только не отдавай никому. Так что вот занято уже. То есть, у каждой игрушечки есть своя история. Так, подождите. То есть, если одна занята, то остальные все свободны. То есть, мы можем забирать, да? Да, разбирайся. Друзья, до свидания. Я удачно пришел на утро. Ладно, котик упал. Мы поправим, Максим. Не будем торопиться. А еще вопрос. Вот у нас недавно тоже были гости, которые вот пишут картины. Она писала картины для известных людей. А вы для кого-нибудь прям вот известного делали игрушки? Прям известного? Ну, хотя бы в рамках Кирова, например. Ну, вот нет пока. Но все впереди. Все впереди. Ну, да, конечно. Если такие игрушечки путешествуют уже по всей Европе, по всей стране нашей, то, я думаю, безусловно, они попадут в руки каким-то очень известным. Да. Они у меня были на выставке и в Санкт-Петербурге, и в Москве. И, в принципе, там выставки-ярмарки. Поэтому обратно-то они не возвращались. А кто там в Москве и в Питере, может, и известные люди. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас где-нибудь мэр Москвы, дорогие. Да-да-да. А сколько на сегодняшний день у вас в коллекции? Вот сколько можете вспомнить? Сколько у меня... Сколько? Создана, да. Создана? Создана. Ну, за пять лет это примерно сто с лишним штук в год. То это примерно, ну, пятьсот и там дальше. Ну, вот это так. Так, сто штук в год. Это у вас примерно выходит на три дня на игрушку. Ну, ведь я... Есть же праздники, да, я понимаю. Входная я бываю. И настроение не то. Тем более, когда настроение появляется. Да. Это понятно. Да. Вот смотрите, вот вы говорите, я всегда улыбаюсь, да, всегда хорошее настроение. Да. Вот. Тогда вот расскажите нам, людям, которые тоже каждый год пытаемся улыбаться постоянно. Как проходит ваше утро? Мое бодрое утро проходит. Вот я встала, выпила чашечку кофе, и я иду на свое рабочее место зарядиться моим хорошим настроением. Даже две петельки, три петельки, одна игличка связана. Все, я счастливая, я могу собираться на работу, если мне с утра. Как здорово, Максим. У вас прям свое рабочее место? А как же, конечно, обязательно у меня создано свое рабочее место. Так как нет, весь в клубках, в спицах, да? Почти что. Когда работа в счастье и приносит удовольствие, вот именно так все и происходит. А вот у вас, то есть, вот вы когда вяжете, я просто знаю два вида, там, нормальная вязка и крючком или крестиком, как. Да, очень интересно, кстати. Вы сочетаете как-то или все в одних стилях? А вот как раз вот у этой кошечки, вот у нее вот повязочка на голове и юбочка выполнены крючком. Вы комбинируете, получается? Конечно, конечно, цветочки, украшения, да. Вот, например, если на Новый год у меня замечательные снеговички, их многие уже знают, они продаются в магазинах нашего города. Они связаны крючком. Ну вот. Вот так вот. Вот так вот, друзья. Ну что ж, вы, друзья, я думаю, узнали секрет бодрого и отличного настроения на целый день. Да, кофе не повязать. Главное, заниматься любимым делом и заниматься с удовольствием. Ну что ж, Ирина, спасибо большое, что это утро вы встретили вместе с нами. Давайте пожелаем нашим телезрителям бодрого утра, друзья. С добрым утром.